Здравствуйте, товарищи! Давно мы с вами не виделись. Последнее время не было сильно много времени, чтобы снимать новые видосы, да и особо не было про что снимать. Так вот, сегодня я решил снять видос про свои новые коленки. Ну, я имею в виду наколенники, но которые я все-таки решил продать. И, пользуясь случаем в этом видосе, хочу вам немножко их прорекламировать, скажем так, и сделать по этому поводу объявления. Сейчас все расскажу, почему купил, почему продаю. Не потому, что они плохие, ни в коем случае. Так, давайте, вот речь идет, сегодня пойдет, речь сегодня пойдет вот об этих замечательных коленках от Alpinstar SX1. То есть, это наколенники имеют шарниры, то есть, по бокам. Опять же, это, знаете, это не брейсы и не классические наколенники. Это что-то такое, знаете, среднее, компромиссный вариант. То есть, они очень удобные, сидят на ноге очень хорошо, не слезают. То есть, они реально на ноге почти не чувствуются. Внутри у них такой приятный неопрен, как я понимаю. И, что самое важное, они имеют перфорацию. То есть, когда вы будете ехать и вам будет набегать поток воздуха, коленки не будут перегреваться. Опять же, защищает хорошо коленную чашечку. Почему я их купил? Потому что я, когда их померил со своими мотоботами Alpinstar SX7, и они, ну, мне не зашли реально. То есть, у меня туринговый экип, и мне важно было, чтобы я мог под туринговый экип одеть какие-то наколенники, брейсы, чтобы мне было удобно в длительных поездках. Потому что я, что касается оффроуда, новичок, и мне очень важно защитить себя по максимуму. Понятное дело, что 100% гарантии тебе не даст никакая защита. Но при соблюдении неких правил, не разгоняться, не суваться в ебеня, если нет скилла. Ну, в общем, там все как-то так получается. Мне важно было себя немножко обезопасить, а учитывая последнее свое неприятное падение, опять же, появился некий страх, который надо, опять же, перебороть. Поэтому я вот сейчас так озадачился этим вопросом. Приобретал я тут все брейсы от Lead, то есть обзор у меня на них есть на канале. Кто не видел, можете глянуть. Но они мне не зашли, потому что они физиологически не подходят под мою ногу. То есть, когда я сижу в них нормально, в стоечке, немножко давят. То есть, пришлось их вернуть. А так, в целом, тоже неплохие брейсы были. Так вот, почему я решил продать эти колени? То есть, я бы их ни в коем случае не продал. Но мне тут подвернулась возможность через медицинскую страховку сделать нормальные, полноценные брейсы из карбона, титана, которые будут именно сделаны под мою ногу, соответственно, размер. То есть, все будет сделано под меня. Поэтому необходимость в этих коленках, она отпала. За новыми брейсами я поеду через неделю. Что касается вот этих коленок, они не ношеные. То есть, я ни разу в них не выезжал. То есть, я их купил, привез домой, померил, снял и все. То есть, больше я с ними ничего не делал. То есть, как бы выездов в них не было. То есть, нога в них не потела. То есть, как бы они абсолютно новые. Естественно, отдам их чуть-чуть подешевле. Кто в Берлине живет, может, пожалуйста, конечно, подъехать и померить, посмотреть, пощупать, вообще не вопрос. Ну, кто не в Берлине живет, хочет просто приобрести, можете со мной связаться через комментарии, например. И я вам вышлю их в любую, скажем так, точку Германии. Не вопрос. Что касается размера этих коленок, это размер XXL. Чтобы вы понимали, допустим, у меня рост 182. Вес на данный момент 78 килограмм. Плюс-минус вот так вот сейчас скачет. И они мне, в принципе, нормальные. То есть, как бы, если вы хрупкая девочка, допустим, низкого роста, ну, в общем, то, естественно, этот размер будет вам большовато. Там уже идет, по-моему, М-ка. То есть, будет в самый раз. Ну, вот для роста 180, плюс-минус, они прям нормальные. Должны зайти. Что касается... Да, через две недели у меня все-таки стартует мое мотопутешествие на моей хондочке CRF300 ралли. Поеду по Швеции покатаюсь. По времени у меня там будет что-то около трех недель максимум. Так что времени, в принципе, достаточно, чтобы ехать спокойно, на расслабоне, кайфовать. Докуда я доеду, я не знаю. То есть, у меня нет такой конечной точки. Вот мне надо обязательно дотуда доехать. Буду ехать просто на север, а там докуда доеду, дотуда доеду. Может, до Нордкапа доеду, а может, не доеду. Посмотрим. Война план покажет. Так что, вот такие вот дела, ребята. Ну, буду держать вас в курсе. Еще увидимся перед поездкой. Обязательно. Все, давайте. Всем счастливо. До связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!